Здравствуйте! В студии Дмитрий Большаков. В эфире новости на УТВ Серпухов. Спонсор выпуска Строительная компания Партнерство. Спонсор показа новостей Строительная компания Партнерство. Квартиры в готовых и строящихся домах в микрорайоне Ивановские дворики с выгодным ипотечным кредитованием от 8% годовых. В этом выпуске. Мажорное настроение в первой музыкальной школе. Обновленное учреждение культуры откроет свои двери в очередном учебном году. Столько лет здесь это здание было в таком заброшенном достаточно состоянии. Это вот первый раз такой ремонт. Конечно, это просто потрясение. Оплати весь долг без лени ЖКХ простит вам пение. В августе стартует летняя акция РКЦ. Необходимо с 1 по 31 августа оплатить весь долг в полном объеме. И в этом случае вам не придя к оплате пение. Оценим 1 сентября. Стадион Спартак вошел в областную программу по капремонту. В детской музыкальной школе номер один проводится капитальный ремонт. Финансирование работ проходит в рамках государственной программы образования Подмосковья. Из бюджета Московской области выделено 18 миллионов 707 тысяч рублей. Из бюджета Серпухова выделено 8 с лишним миллионов. Вот такая какафония звучит сегодня в первой детской музыкальной школе. Здесь идет капитальный ремонт. Бригада высотников начала замену кровли на металлочерепицу. Утеплен фасад здания. Он будет отделан серо-голубым керамогранитом. Деревянные окна меняют на стеклопакеты. Внутренние помещения на площади 1890 квадратных метров отделываются современными звукоизоляционными материалами. Ремонту подлежат системы электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Деревянные перила заменят никелированные. Благоустройство ожидает и территорию школы. Теперь будет красивый, аккуратный забор по периметру школы. Также будут установлены лавочки, установлены информационные сценты, чтобы для родителей, детей, которые приходят, чтобы сразу было понятно, когда их принимают в школу, когда расписание. То есть все, чтобы было видно, наглядно и красиво. Здание школы постройки 1944 года не видело капитального ремонта с 1961-го. Обветшало изрядно, но сделать ремонт за счет средств местного бюджета было сложно. В 2014 году контрольно-счетная палата и депутаты города провели здесь проверку. Ходатайство администрации увенчалось успехом. Ремонт школы вошел в программу «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы». И по этой программе были выделены средства на правах софинансирования. Значит, 18 миллионов дают Московская область из бюджета и 8 миллионов дают местный бюджет. Помимо грандиозного ремонта, учебные кабинеты будут оборудованы в современном стиле. Согласно последним требованиям Минобразования и Минкультуры, оснащены новым звуковым оборудованием. Столько лет здесь это здание было в таком заброшенном достаточно состоянии. Это вот первый раз такой ремонт. Конечно, это просто потрясение. Мы надеемся, что это будет что-то вообще замечательное. Это огромная благодарность тем, кто добился вообще вхождения в эту программу. И правительство области, за что оно решило все-таки выделить такие средства, именно наша школа вот вошла в эту программу. Школа вошла в программу не случайно. На протяжении многих лет она неизменно показывает высокие результаты и занимает заметное место в культуре Подмосковья. На последнем областном фестивале учащиеся первой музыкальной школы взяли все призовые места. Осенью в обновленное здание войдут юные музыканты. И здесь снова зазвучит музыка. Елена Киселева, Рубен Асатуров, Общественное телевидение Серпухов. Оплати весь долг без лени, ЖКХ простит вам пени. Под таким названием в августе стартует летняя акция расчетно-кассового центра. С 2009 года муниципальное предприятие регулярно проводит месячники, когда должникам списывают штрафные санкции. Обычно такие акции проходили в декабре. В прошлом году РКЦ предложил должникам рассчитаться еще и летом. Удачный эксперимент решили повторить в августе. Необходимо с 1 по 31 августа оплатить весь долг в полном объеме. И в этом случае вам не предъявят к оплате пени, начисленные на этот долг. О пени могут быть немалые. Сейчас расчет штрафных санкций для должников осуществляется по новому законодательству. То есть с января 2016 года ее размер в формуле это уже 1,130 ставки рефинансирования банка. Если до этого 1,03, то с января 1,130. Это существенно увеличивает размер пени. Некоторые задолжники за услуги ЖКХ уже готовы принять участие в акции. Те, кто постоянно игнорирует извещение РКЦ, ждет неприятный сюрприз. В итоге, когда вдруг у них арестовываются карточки зарплатные, кредитные, они понимают, что все было серьезно. Это уже на тот момент заработали приставы. Если у человека нет необходимой суммы на погашение всей задолженности разом, не беда. Претензионный отдел готов предложить людям еще один вариант. И здесь тем, кто хочет рассчитаться, пойдут навстречу. Одно из популярных у нас направлений – это, естественно, реструктуризация долга, заключение с гражданами договоров о погашении долга в рассрочку. В этом случае, как бонус, гражданам не начисляется пение на долг. То, что они накопили, они выплачивают потихонечку. Ничего у них нового не начисляется. Сотрудники РКЦ всегда готовы рассмотреть вместе с людьми индивидуальные варианты погашения задолженности. Главное – просто прийти в претензионный отдел самим, не дожидаясь в гости судебных приставов. Стадион «Спартак» вошел в областную программу по капремонту. На территории в ближайшее время начнутся работы по установке новой хоккейной площадки и обустройству площадки для занятия силовой гимнастикой. Средства на капитальный ремонт плоскостных сооружений выделяются из бюджета Московской области по программе «Спорт Подмосковья» в размере 9 млн 660 тыс. рублей. Также из бюджета Серпухова в рамках этой же программы выделено 896 тыс. рублей. По плану подготовительных работ специалисты провели замер и оценку состояния площадок. Произведен демонтаж старой хоккейной коробки. В целях безопасности отдельные участки площадок выделены специальными ограждениями и сигнальной лентой. Многофункциональной хоккейной площадке найдется применение в разное время года. Зимой будет заливаться каток, функционировать закрытая раздевалка, а трибуны станут более вместительными. Летом на площадке из резинового спортивного покрытия можно будет играть в мини-футбол, большой теннис, волейбол и баскетбол. Площадка для занятий силовой гимнастики будет размещаться на искусственном спортивном покрытии и состоять из большого числа турников разного уровня и размера. Ремонтные работы планируется завершить до 1 сентября 2016 года, чтобы еще в этом сезоне посетители стадиона успели по достоинству оценить качество и многофункциональность площадок. И на сегодня это все. Наши новости вы можете посмотреть на сайте ОТВ Серпухов и на официальном сайте администрации города. Ваших сообщений мы ждем по телефону 128-101 и 128-151. С вами был Дмитрий Большаков. До встречи.